О важности мусорной реформы говорится на самом высоком уровне. Почти половину того, что жители Кубани отправляют в мусорные корзины, планируется перерабатывать. Согласно реформе, граждане теперь должны будут заключать договоры на вывоз отходов напрямую с региональным оператором. Есть такой оператор и в нашем муниципалитете. Подробности в следующем репортаже. В населенных пунктах Славянского района стали появляться новые зеленые пластиковые контейнеры для сбора мусора. Эти современные емкости устанавливает новый региональный оператор по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Общество с ограниченной ответственностью Экотехпром. На совещании в администрации Славянского района, посвященное этой теме, были приглашены представители всех заинтересованных служб и главы городского и сельских поселений. Наша компания занимается вывозом отходов уже более 10 лет. Мы имеем большой опыт в плане обращения с отходами полного цифра. Это от сбора от населения до утилизации, до захоронения, до переработки, компостирования. Мы работали в таких регионах, как Московская область. Сейчас мы заходим на Крымскую зону. По двум районам зашли собственные техники, собственным транспортом. Три района пока остаются у нас на подрядных организациях. Через некоторое время мы будем уходить от пакетного сбора, будем переходить на контейнеры. Будем переходить на контейнеры, на пластиковые контейнеры с задней загрузкой автомобиля. В планах создать в Крымской зоне, куда входит и наш район, комплекс переработки отходов, который сведет к нулю захоронение мусора на полигоне. На сегодня задача по забору и транспортировке остатков возложена на региональных операторов. И в то же время пока продолжает работать чистый город. Стараемся, чтобы переход был главный для всех, не скрывая никаких графиков по поселению. Если будет где-то какой-то вывоз, то есть ставить контейнер на пластиковые, кто-то будет совместно с главами поселений. Будем выезжать, смотреть где, как, все устанавливать. А пока стабильно так же работаем, по тем же графикам, какие и были. Ничего не меняем пока. Постепенно уже будем это как-то приводить более-менее в порядок, устанавливая пластиковые контейнеры. В ходе совещания главы городского и сельских поселений общественники задали представителю Экотехпрома ряд вопросов, которые касались деталей перехода на использование новых контейнеров. Все это будет происходить не так быстро, поскольку необходимо решить задачи по подготовке контейнерных площадок, а это требует большой тщательной работы. И все вопросы, которые вы назвали, они все очень важные, но они не страшны. Их все можно отработать, если задаться целью. День на и ночь на все это быстро отработать, с каждым главой. Определить точки, определить контейнера. Где-то пока железные, параллельно с пластиковых. Из пластиковых и железных, потом перейти на пластиковые. Все делается. Глава Славянского района подчеркнул, что все проблемы переходного периода вполне решаемы. Нужно только постоянно этим заниматься, работать совместно с региональным оператором и находить всех устраивающие решения. Главное, чтобы все было согласовано с руководством поселений и не было никаких неудобств для жителей. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев на расширенной сессии Совета городского поселения рассказал об идущей по этому вопросу работе. Можно же добавить, да, контейнеровку. Ну, у нас еще тоже и площадки будут где-нибудь позволять. Но, тем не менее, мы этой работой сейчас занимаемся. Совместно с ними, но со временем мы наведем порядок. Мы сейчас делаем реконструкцию контейнерных площадок. Если вы обратили внимание, контейнера стоят не на площадке, а перед ними. Потому что у нас площадки были сделаны на плитах, поднятые, все. Сейчас надо брюшную все выкатывать. Ну, занимаемся этим вопросом. Тарифы на услуги по вывозу мусора установлены региональной энергетической комиссией, Департаментом цены тарифов Краснодарского края. Оформление договора для славянца в письменном виде не является обязательным. Форма договора размещена на официальном сайте регионального оператора в интернете. Готовится открытие офиса регионального оператора «Экотехпром» в Славянске-на-Кубани. Это будет удобно для жителей муниципалитета. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».